Ребята, всем привет! Вы на канале Даша Техник, а это видео я хочу посвятить тяжелым тягачам, а также артиллерийским тягачам на службе Советской и Российской Армии. Перед вами ГТСМ гусеничный транспортер снегоболотоход модернизированный и его производили с 1968 года по 1985. История этой специфической полугражданской и полувоенной разработки уходит своими корнями в далекое военное прошлое. Сразу после окончания Великой Отечественной войны у армии народного хозяйства была огромная потребность в специализированной технике, которую можно применять при освоении бескрайних и труднопроходимых северных просторов. Изначально спроектированные для решения сложных задач и для передвижения по любой местности при температурах от плюс 40 до минус 50 градусов Цельсия ГТСМ просто надежен и безотказен. При этом мощность двигателя в сравнении с современными моторами невелика, всего 115 лошадиных сил. Ремонт на пригодность у ГТСМ была великолепной, ведь в конструкции вездехода широко использовались детали ГАЗ-66, а это значит, что запчастями можно было разжиться в самых удаленных уголках страны и, естественно, там, где есть военные части. Только вот средний расход топлива, а именно бензин на марке А-76, у него по тяжелому бездорожью доходил до 200 литров на 100 километров. А в СССР в те времена такая мелочь, как расход топлива, никого не смущал. А также ГТСМ и умел плавать, правда, недалеко, всего на полтора километра и недолго, но умел. Зато глубина преодолеваемого брода без подготовки составляла 1 метр 20 сантиметров. Ну а больше моих фото и видео вне модеризма вы можете найти на моей страничке на Boosty, там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Модулс и Даша Техник. Ссылочка на Телеграм есть тоже в описании. А теперь перед вами бронетранспортер ГТМУ. Он является легкобронированной гусеничной машиной и способен перевозить специальное вооружение. Личный состав и другие армейские грузы. Общая грузоподъемность машины составляет 1000 килограмм. А разработан он в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода, а серийно производился на Заволжском заводе гусеничных тягачей. Броневой корпус ГТМУ сварен из стальных броневых листов. Конструкция полностью герметична и обеспечивает защиту экипажа от легкого стрелкового вооружения. В задней и верхних частях корпуса имеются люки десантного отделения. В передней части корпуса размещено отделение управления, а в средней установлен двигатель. Собственное вооружение в машине отсутствует. Однако в корпусе имеются специальные бойницы для ведения экипажем и десантного огня из личного оружия. А для работы в зимний период в боевом отделении ГТМУ установлены отопители, обогревающие обитаемый отсек с помощью горячей воды и системы охлаждения двигателя. А вот про этот тягач информации почти нет в интернете. И на табличке написано, что это МТМ. И у себя в личной библиотеке я не смогла найти описание. А на музейной табличке написано, что это малогабаритный транспортер для перевозки пехоты и грузов, что в принципе и видно по внешнему облику машины. А если у вас есть подробная информация об этом образце, то я очень буду рада видеть ссылку на материалы в комментариях. И про этот образец тоже почти мало что известно. Это МТП А6, машина технической поддержки на шасси МТЛБ. И можно лишь догадываться, что это что-то нечто вроде бронированной эвакуационной машины, но только для легкой бронетехники. А если у вас есть более подробная информация об этом тягаче, то я тоже буду рада видеть ссылки в комментариях под этим видео. А теперь перед вами МТЛБУ. Это многоцелевой транспортер, легкобронированный универсальный, или же Объект-10. Советский плавающий бронетранспортер, и он разработан в конце 60-х годов. В 60-е годы прошлого века велась активная разработка комплексов средств автоматизации управления огнем, артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ПВО, что потребовало создания гусеничных и колесных шасси с высокой проходимостью. И по плану, поставленному перед оборонной промышленностью, на первую половину 70-х годов началась разработка изделия-10 унифицированного гусеничного шасси повышенной грузоподъемности. Разработка была поручена конструкторскому бюро Харьковского тракторного завода. Из-за основы нового изделия был взят МТЛБ, который выпускался этим заводом и эксплуатировался в войсках с 1964 года. Для размещения большого количества аппаратуры требовалось увеличение внутреннего объема и грузоподъемности машины, что, в свою очередь, требовало увеличения мощности двигателя. И кардинальными изменениями от МТЛБ в конструкции новой машины, получившей наименование МТЛБУ, стало следующее. Удлинение корпуса за счет добавления седьмого опорного катка, увеличение высоты машины на 20 см, что позволило увеличить внутренний объем и переместить отсек управления сверху над трансмиссионным отделением. Если в МТЛБ отсек управления находился в передней части машины, через перегородку после трансмиссионного отсека, доступ к которому осуществлялся через капот снаружи машины, то в МТЛБУ механик-водитель находился прямо над трансмиссионным отсеком, доступ к которому осуществлялся через люки в полу. И поскольку в кормовом отделении требовалось место для размещения аппаратуры, вместо двух задних дверей, открывающихся аналогично дверям в БМП-1, была установлена одна дверь в зависимости от расположения аппаратуры. ГТТМ или же изделие 536 – снегоболтоходный гусеничный транспортер-тягач высокой проходимости с низким удельным давлением на грунт. Создан на базе узлов и агрегатов БМП-1. Машина может преодолевать песчаные и болотистые бездорожья, а также снежные заносы и водные преграды в любое время года. Разработанная на базе ГТТ машина имеет более высокую плавность хода, скорость, грузоподъемность и лучшую обитаемость. Объем кузова увеличен в полтора раза, запас плавучести в два раза, а ресурс по двигателю в шесть раз. Широкомасштабное переоружение танковых войск Вооруженных сил Советского Союза, происходившее в середине 70-х годов и связанное с появлением нового класса танков, основного боевого танка и принятием на вооружение первых представителей этого типа боевых машин, Т-64 и Т-72 потребовало создание новых вспомогательных машин, которые могли бы успешно взаимодействовать с подразделениями, оснащенными новыми танками, и, что самое главное, быть максимально унифицированными с ними в вопросах технологии производства и комплектующих изделий. И было решено создать новую серию транспортеров-тягачей, которые должны были заменить аналогичные машины, созданные в начале 50-х годов. При конструировании машины широко использовались узлы и механизмы ходовой части двигателя танка Т-64, создаваемого на том же предприятии. Конструкция изделия 429АМ, это заводской номер, коренным образом отличалась от конструкции его предшественника, тягача АТТ. Кабина тягача вынесена вперед, что обеспечивало улучшенный обзор и увеличение площади грузовой платформы, оборудованной системой отопления и фильтра вентиляционной установкой. Грузовая платформа металлическая сварного типа, и на машине установлен V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения. Корпус тягача представляет собой закрытую снизу сварную поперечную металлическую конструкцию, оборудованную необходимым количеством технологических лючков. Пуск двигателя осуществляется сжатым воздухом или же электрическим стартером. Двигатель тягача способен работать как на дизельном топливе, так и на авиационном керосине. Кабина оборудована ультракоротковолновой радиостанцией, обеспечивающей дальность связи до 20 км и внутренним переговорным устройством на трех абонентов. А в 1979 году изделие 429АМ было принято на вооружение под названием тяжелый многоцелевой гусеничный тягач-транспортер МТТ. Производился он до 1991 года на ХЗТМ. На базе МТТ были разработаны и серийно производились путеукладчик ПАТ-2 и котлованная машина МТК-3. На вооружении российской армии находятся и по настоящее время. А сведения об экспортных поставках машины в открытых источниках отсутствуют. А как известно, Российская Федерация – это наиболее богатая природными ресурсами государство на планете. Впрочем, чтобы добывать эти ресурсы, необходима супервездеходная техника, поскольку две трети территории, где расположены полезные ископаемые, это суровая, труднопроходимая местность. И поэтому не мудрено, что начиная со времен СССР именно у нас создаются лучшие вездеходы в мире. Все же среди обширной номенклатуры советских или постсоветских вездеходных машин особняком стоит модель ДТ-30 «Витязь». Это проект с тяжелой судьбой, который героически пережил распад Советского Союза и остается востребованным по всей день. В 1974 году советский конструктор и участник Второй мировой войны Константин Владимирович Осколков предложил руководству страны проект двухзвенного гусеничного вездехода, который позже получил название ДТ-30 «Витязь». Наработки Осколкова настолько зашли в советской верхушке, что было принято решение о строительстве крупного производственного предприятия в городе Ишимбай, Республике Башкортостан. Открытие завода состоялось в 1977 году, и на нем сразу приступили к производству сверхпроходимых вездеходов, а Осколкова назначили главным конструктором завода. Фактически новый вездеход ДТ-30 «Витязь» создавали для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, а также Сибири и Дальнего Востока. Еще одним важным преимуществом «Витязя» должна была стать способность плавать по воде. Главной проблемой при создании машины стало практически полное отсутствие маневренности, обусловленное огромной длиной этого двухсекционного гиганта. И в течение нескольких лет КБ Ишимбайского завода во главе с Осколковым бились над этой задачей, и наконец было найдено отличное решение. Для соединения двух секций вездехода разработали уникальный и до сих пор не имеющий аналогов в мире поворотный цилиндрический механизм на гидравлической тяге. Подобный механизм успешно прошел проверку в рамках опытных испытаний ДТ-30, и на испытаниях водитель мог относительно легко поворачивать столь огромную машину. Кроме того, при помощи этого поворотного механизма, секции вездехода и при помощи соответствующих рычагов управления, управляющий мог вертикально коренить секции вездехода, что позволяло преодолевать крутые возвышенности высотой до 4 метров. Прежде всего, новый вездеход и его модификации планировались как военная машина, и поэтому первые партии начали сразу поступать в армейские автопарки. Впрочем, из-за отсутствия брони представители вооруженных сил скептически отнеслись к ГТ-30, и в плане полезности во время боевых действий, и поэтому машины долго и без дела простояли в армейских гаражах. И все же в середине 90-х во время Чеченской войны чрезвычайно высокие вездеходные качества витязей стали незаменимыми при эвакуации раненых российских солдат из завалов, разрушенных взрывами чеченских городов. И после этого витязи обрели огромное уважение среди военных и, наконец, вошли в состав активно использовавшейся военной техники. И вот такой у меня получился рассказ об отечественных гусеничных тягачах из экспозиции Парка Патриот. А если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Увидимся в новом видео, до новых встреч, пока-пока!